156 тысяч школьников отдохнут в этом году в летних лагерях Актюбинской области. Сейчас в пригороде работают 7 зон отдыха для детей, а также порядка 600 пришкольных лагерей и 50 площадок при учреждениях дополнительного образования. В этом году бесплатные путевки получили дети из аулов, пострадавших от паводков. Лайла Уесова посетила один из лучших загородных лагерей региона. В летнем лагере со сладким названием Кампита отдыхают около 300 детей в возрасте от 7 до 16 лет. Сегодня здесь закрывается второй сезон. Всего их будет 7 по 10 дней каждый. Это одна из лучших зон отдыха, расположенная в живописной местности на берегу реки Каргала. За летний сезон мы сможем принять больше 2000 детей со всей области. У нас отдыхают дети из Шалкарского, Кабдинского, Уиллского и Хромтауского районов. Каждый поток имеет свою направленность. Первая смена – физика, астрономия. Вторая – робототехника и так далее. Есть кружки танцев, рукоделия. Детям очень нравится. Многие приезжают к нам ежегодно. За качеством питания детей следит специальный диетолог. В рационе обязательно свежие фрукты, соки, кефир. Отдыхающих угощают сладостями и мороженым. Лагер работает в разных направлениях – спорт, искусство, наука и другие. Здесь уделяют особое внимание мерам безопасности. А для организации досуга привлекли лучших педагогов и вожатых. Моя задача – это проводить уроки робототехники по расписанию. За 10 дней на мой урок проходят все дети. У нас есть разные дети. Есть дети, которые уже где-то ходили на робототехнику и которые уже все знают. А есть дети, которые в первый раз видят всю эту технику. Но, кстати, у тех, у кого первый раз, у них больше интереса. И они сразу же смотрят, разбираются. Нам нравится заниматься робототехникой. Это очень интересно. Приходим сюда с друзьями. А еще мы любим спортивные состязания. Здесь очень весело. Мы приехали из Шалкарского района. В лагере мы подружились с разными ребятами. Даже не хочется уезжать домой. Так грустно расставаться. Сегодня в регионе функционируют пять загородных лагерей. Два из них круглогодичные. Без внимания не остались и дети с особыми потребностями. По данным управления образования, летним отдыхом в этом году планируется охватить 98% актюбинских школьников. С этой целью на днях запустят еще два загородных лагеря. Также при поддержке общественного фонда «Казахстан-Халкна» в оздоровительных центрах отдохнут больше тысячи детей из сельской местности. В Актюбе проинспектировали все места летнего отдыха детей. Никаких нарушений проверяющими не выявлено. В этом году бесплатные путевки в загородные лагеря получат больше 10 тысяч школьников, в том числе ученики инклюзивных классов. 243 ребенка поедут в республиканские центры Балдаурен и Бубек. Еще 25 тысяч ребят отправятся в туристическое путешествие. В целом на организацию летнего отдыха актюбинских школьников из бюджета выделили 247 миллионов тенге.